Всем привет! Сегодня мы разберем, какую посуду можно использовать для индукционных варочных панелей и как происходит процесс нагревания. Благодаря уникальной технологии индукционные варочные панели экономично расходуют энергию без лишнего расхода тепла в окружающую среду. Но, к сожалению, не каждая кастрюля подойдет под индукцию. Давайте сначала разберемся, как происходит процесс нагрева. Обычная электрическая плита работает по простому принципу. В ней находится нагревательный элемент, который передает тепло на кастрюлю и она нагревается вместе с едой, которая находится в ней. Также работают и газовые плиты, только нагрев осуществляется за счет пламени. Это приводит к тому, что нагревается не только посуда, но и сама варочная панель, что сводит эффективность нагрева к минимуму. Для примера хочу вам показать кастрюлю, которую пользовались на газу. Посмотрите, она вся черная просто. И кастрюлю, которую пользовались на индукционной поверхности. То есть она абсолютно новая практически и газ. То есть вот самый большой минус газа. Теперь давайте перейдем к индукции. В ней нет нагревательных элементов. И посмотрим принцип работы ее. Смысл в том, что контроллер активирует специальную индукционную катушку, которая находится под стеклянной поверхностью плиты. Через катушку протекает высокочастотный переменный ток с частотой от 40 до 60 тысяч герц. Ток создает магнитное поле, воздействующее на магнитные материалы на небольшом расстоянии, но достаточном для взаимодействия индукционной катушки и днищем посуды. При этом стекло, покрывающее поверхность, не является помехой. Нагрев происходит из-за возникновения вихревых токов в структуре металла посуды. Нагревшись, металл днища отдает температуру, полученную в результате этого процесса, продуктам. Это явление и называется электромагнитной индукцией. Оно дало наименование целой категории печей, которые работающих по принципу. Однако индукционные плиты не могут работать с некоторыми видами посуды. Металл посуды должен обладать ферромагнитными свойствами, чтобы взаимодействовать с вихревыми токами. Гарантированная индукционная плита будет работать с посудой, которая магнитится обычным магнитом. В некоторых случаях подходит посуда из нержавеющей стали. Соответственно, плита не будет работать с посудой, выполненной из следующих частиц материалов. Без стального диска в днище и в содержании металла магнитных примесей. То есть вот днище посуды, соответственно, если здесь нет ферромагнитных свойств, то посуда просто не будет работать на индукционной панели. Также не будут работать следующие материалы, из которых изготовлена посуда. Это стекло, керамика, алюминий и медь. Соответственно, в обычной посуде нельзя готовить на индукционной панели. Однако в продаже существует простое, удобное устройство, позволяющее использовать любой тип посуды при готовке на индукционной плите. Это адаптер. Но нагрев будет неравномерный и некачественный. Поэтому я не советую его использовать. Лучше, конечно, приобрести посуду, которая непосредственно адаптирована уже под индукционную плиту. Индукционные варочные поверхности максимально безопасны. Ведь если включить одну из них без посуды, то есть вот, например, я запустил варочную панель, я могу любой режим выбрать, нагреть на максимальном возможном уровне посуду. И вокруг посуды я могу отрагиваться рукой и не обожгу руку, что очень удобно и безопасно, если у вас есть тем более ребенок. Чтобы определить, можно ли в какой-то посуде готовить еду на индукционной панели или нет, нужно посмотреть на одной емкости. Производители стараются сделать нестираемую маркировку, на которой присутствует спираль или магнит. Вот, для примера, я вам покажу данную кастрюлю. Вот здесь как раз-таки нарисована спираль, как видите. То есть данная кастрюля подходит под индукционную варочную плиту. Также есть еще некоторые производители, которые пошли дальше и комплектуют свои изделия небольшим кусочком магнита, который позволяет убедиться перед покупкой о наличии необходимых свойств данной кастрюли. То есть там есть магнит, которым вы можете просто приложить, и это обезопасит вас, так скажем, что посуда действительно подходит под индукционную плиту. Также можно взять с собой магазин магнит, в котором и будете проверять понравившиеся вам варианты. Стоит помнить, что даже слабое притяжение магнита, то есть небольшое, уже говорит о том, что посуда, скорее всего, совместима с индукционной плитой. Если сравнивать обычную посуду и для индукции, то на вид определить, адаптирована ли посуда под индукционную плиту, довольно сложно. Конечно, есть несколько признаков, указывающих на это. Видно утолщенное дно, или сквозь стекло виден диск на днище. Главное, чем отличается посуда для индукционных плит, это вес. То есть, вот как видите, здесь дно довольно-таки массивное, и сама кастрюля весит очень прилично. И это уже говорит о том, что, скорее всего, она как раз-таки подходит под индукционную плиту. Насчет посуды из нержавеющей стали с магнитными свойствами для индукционных парочных панелей, могу сказать, что есть положительные качества, которые отделяют их от всех других. Это сравнительно небольшой вес, возможность экспериментировать с дизайном, например, матовая или глянцевая поверхность, отсутствие окисления, что позволяет подолгу хранить пищу внутри, в том числе и специфическую, с большим количеством природных кислот. При этом следует помнить, что выбирая модель, нужно обращать внимание на маркировку от производителя, так как далеко не каждый сплав из нержавеющей стали необходимыми свойствами обладает для работы на индукционных поверхностях. То есть, обязательно в ней должен быть либо диск, то есть, вы должны обращать внимание на это сразу, либо, если она будет летая, и этого не будет видно, например, то вы должны обязательно проверить это магнитом, как я уже говорил. Теперь давайте разберем все-таки, какая посуда лучше всего подходит для индукционной варочной плиты. При выборе подходящей посуды следует руководствоваться не только наличием соответствующей маркировки и покупать первый купавшийся предмет, обладающий ферромагнитным свойствам. Обратите внимание также и на качество, поскольку от него напрямую зависит срок использования приобретенной обновки. Среди основных критериев выбора можно выделить следующие пункты. Это наличие маркировки или магнитных свойств, чтобы наверняка убедиться в совместимости. Толщина дна должна быть более двух миллиметров. Даже если посуда магнитится, но имеет при этом слишком тонкое дно, ее придется отложить, поскольку нагрев будет неравномерным, что является серьезной помехой при приготовлении блюд. А что насчет стеклянной, алюминиевой или медной посуды? Можно ли ее использовать, если она вам очень нравится? Да, можно. В современном мире начали использовать диск специальный, который встраивается, например, в стекло, и вы можете использовать эту посуду на своей варочной панели. То есть это дает большое преимущество, так как если вам интересна именно конкретная модель посуды, то есть стекло, это алюминий или медь, то вы также можете купить такую посуду, в которую просто будет отдельно встроен этот диск, и пользоваться и ни в чем себе не отказывать. Уход за индукционными сковородками и кастрюлями ничем особенным не отличается от ухода за другой посудой. Здесь самое главное понимать, из чего она сделана, и применять соответствующие средства. Мойте посуду после готовки, пока остатки пищи не засохли на стенках. Для перемешивания пищи используйте деревянные лопатки. Следите за температурой, перегрев пустой посуды ведет к деформации дна и сгоранию антипригарного покрытия. Чугунные изделия после покупки лучше прокаливать с растительным маслом. Это уменьшит пригорание пищи в дальнейшем. Будьте осторожны с моющими средствами, обладающими высокой абразивностью. Можно поцарапать посуду. И ознакомьтесь с инструкцией, многие виды можно мыть в посудомойке. Итак, теперь подведем итог. Решив приобрести индукционную плиту, старайтесь сразу приобретать специально разработанную для нее посуду. Это позволит эффективно использовать панель при готовке и экономить электроэнергию. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, если хотите быть в курсе последних технологий.